Джек Лондон Маленькая хозяйка большого дома Роман Глава первая Он проснулся в темноте, проснулся легко. Не сделал ни одного движения, просто открыл глаза и увидел, что темно. Чтобы ориентироваться в окружающем мире, ему не нужно было, подобно большинству других, ощупать себя, пошарить вокруг себя, прислушаться. Он сразу нашел свое «я» в определенных условиях пространства и времени и без усилий продолжал сказку своей дневной жизни, прерванную сном. Он сразу осознал себя тем самым диком форестом, который заснул несколько часов назад, лениво заложив спичкой страницу Руттауна и повернув выключатель настольной лампы. Где-то совсем рядом дремотно журчал и лепетал фонтан. Издали донесся заглушенный расстоянием звук, такой слабый, что его могло уловить только очень чуткое ухо. Но Дик Форест услышал его и улыбнулся. Он узнал глухой гортанный рев Кинг Пола, своего лучшего быка, чемпиона короткорогих быков, трижды увенчанного премией на калифорнийских выставках в Сакраменто, и ярко представил себе те новые победы, которые он готовил Кинг Пола и в этом году на выставке Восточного округа. Он докажет, что бык, рожденный и выращенный в Калифорнии, вполне может конкурировать с лучшими, вскормленными на хлебных зернах короткорогими быками штата Айовы или даже с привезенными из-за моря с их далекой родины. И только когда по истечении нескольких секунд его улыбка совсем погасла, он потянулся в темноте к ряду кнопок, расположенных над его головой, и нажал первую из них. Таких кнопок было три ряда. Свет, вспыхнувший под потолком в огромном шаре, озарил превращенную в спальню веранду, три стороны которой были затянуты тонкой медной сеткой. С четвертой к веранде прилегала бетонная стена дома, прорезанная высокими окнами-дверями. Он надавил вторую кнопку, и яркий свет озарил определенное место на этой стене, где висели рядом часы, барометр и два термометра, Фаренгейта и Цельсия. Скользнув по ним взглядом, он почти одновременно прочел метеорологический бюллетень. Время 4.30, давление воздуха 19.80, нормальное для такой высоты и времени года, температура 36 по Фаренгейту. Другим движением пальца он снова погрузил эти метеорологические данные в темноту. От нажима на третью кнопку зажглась его лампа для чтения, устроенная так, что свет из нее падал сверху и сзади, не ослепляя глаз. Первая кнопка погасила свет под потолком. Он достал со столика у кровати кипу корректур и, взяв карандаш и закурив папиросу, принялся исправлять их. Вся обстановка спальни свидетельствовала о том, что здесь живет человек, привыкший работать. Каждая вещь в ней была прежде всего целесообразна, хотя и носила на себе, вместе с тем, отпечаток далеко не спартанского комфорта. Серая эмалированная железная кровать вполне гармонировала с серым цветом стены. Поперек кровати, в ногах, было брошено серое одеяло из волчьих шкур с болтающимися хвостами. Ночные туфли стояли на пушистом ковре из меха горной козы. На большом столе, покрытом кипами аккуратно разложенных книг, журналов и папок с бумагами, оставалось еще место для спичек, папирос, пепельницы и термоса. На подвижной подставке стоял фонограф-диктофон. На стене под барометром и термометром из круглой деревянной рамки смотрела смеющаяся женская личика. И на той же стене, между тремя рядами электрических кнопок и выключателей, извисевшей открытой кобуры, высовывалась рукоятка автоматического револьвера Кольт-44. Ровно в шесть часов, когда серый утренний свет начал проникать на веранду сквозь проволочную сетку, Дик Форест, не отрывая глаз от корректуры, протянул правую руку и нажал одну из кнопок во втором ряду. Пять минут спустя появился китаец в мягких туфлях. В руках он держал маленький поднос из полированной меди, на котором стояла чашка с блюдцем, крошечный серебряный кофейник и такой же молочник. — С добрым утром, Омай! — приветствовал его Дик Форест, и улыбка заиграла у него на губах и в глазах. — С добрым утром, хозяин! — ответил Омай, освобождая на столе место для подноса и наливая кофе и сливки. Затем, увидев, что его хозяин уже подносит одной рукой чашку к губам, в то время как другая продолжает делать пометки на корректурных листах, Омай поднял с пола розовый обшитый кружевами чепчик и удалился, не ожидая дальнейших приказаний. Он ушел беззвучно, исчез как тень через открытое окно-дверь. В половине седьмого, минута в минуту, он вернулся с подносом больших размеров. Дик Форест отложил корректуру, достал книгу о заглавленную «Разведение лягушек для коммерческих целей» и приготовился завтракать. Завтрак был простой, но сытный. Опять кофе, кисть винограда, два сваренных в смятку яйца, сбитых в стакане вместе с кусочком масла, и ломтик в меру поджаренной копченой свинины, о которой он знал, что она от свиньи из его собственного стада и домашнего копчения. К этому времени лучи солнца, проникая через сетку, залили его кровать. С наружной стороны сетки сидело несколько первых весенних мух, закоченевших от ночного холода. Завтракая, Форест следил за тем, как на них усердно охотились более выносливые и менее чувствительные к холоду хищные желтобрюхие осы. С громким жужжанием набрасывались на мух эти воздушные разбойники в желтых камзолах и, действуя почти без промаха, схватывали свою жертву и улетали с ней. Последняя муха исчезла раньше, чем Форест успел сделать последний глоток кофе, заложить спичкой свою книгу о лягушках и приняться вновь за корректуру. Через некоторое время его оторвал от работы мелодичный крик полевого жаворонка, этого первого утреннего певца. Форест взглянул на часы. Они показывали семь. Он отложил корректурные листы и, сняв привычным жестом телефонную трубку, вступил в разговор с целым рядом лиц. — Алло! — О, Джой! — обратился он к первому. — Что, мистер Тейер, встал? — Хорошо, не беспокойте его. — Я не думаю, чтобы он стал завтракать в постели. Хотя, разумеется, и покажите ему, как пустить горячую воду. Может быть, он не знает. — Да-да, прекрасно. И достаньте как можно скорее еще одного мальчика. Когда наступает весна, гостей является всегда целая куча. — Несомненно. Одним словом на ваше усмотрение. — До свидания. — Мистер Хенли? — Да. Начал он вторую свою беседу с помощью другого коммутатора. — Я думал об этой плотине на Бьюкей. Я хотел бы получить смету на доставку гравия и щебня. — Да-да, вот именно. Я думаю, что ярд гравия обойдется на 6 или 9 центов дороже щебня. Гравий трудно подвозить из-за этих холмов. Разработайте смету. — Нет, раньше двух недель мы начать не сможем. — Да-да, если новые тракторы подоспеют вовремя, они освободят лошадей от пахоты. Но не забудьте, что их придется потом еще представлять в контроль. Нет, об этом вам придется поговорить с мистером Эвероном. До свидания. И третья беседа началась так. — Мистер Даусен? — Ха-ха. У меня на веранде сейчас 36. А в низинах, наверное, все бело, а ты не. — Но это последние утренники. — Да, они клялись, что тракторы будут доставлены два дня тому назад. — Позовите заведующего станции. — Кстати, вызовите и мистера Хэнли для меня. Я забыл ему сказать, чтобы он выслал и крысоловки вместе со второй партией мухоловок. — Да, сейчас же. Сегодня десятка-два мух сидела на моей сетке. — Необходимы. — Да. — Прощайте. Покончив с разговорами, Форест выскользнул из постели в пижаме, сунул ноги в туфли и пошел в дом через открытую дверь-окно, чтобы принять в ванну, уже приготовленную для него китайцем. Минут через десять вымытый и выбритый Форест снова лежал в постели и читал о своих лягушках, а пунктуальный Омай, все исполнявший минуту в минуту, сосредоточенно массировал ему ноги. У Дика были сильные, красивые ноги хорошо сложенного человека, рост которого был 5 футов 10 дюймов, а вес 180 фунтов. Ноги эти рассказывали историю их владельца. Левое бедро пересекал шрам в 10 дюймов длиной. Поперек левой лодыжки, от икры до пятки, шло несколько шрамов величиной с полудоллар. Когда Омай немного сильнее растирал левое колено, Форест невольно вздрагивал. На правой голени темнело тоже несколько небольших шрамов, а большой глубокий шрам как раз под коленом доходил почти до кости. Между коленом и пахом виднелся след застарелой раны в 3 дюйма, испещренной мелкими точками отснятых швов. Веселое ржание, донесшееся со двора, заставило Фореста поспешно заложить страницы книги о лягушках спичкой, перевернуться набок и посмотреть в ту сторону, откуда раздалось ржание, в то время как Омай надевал хозяину носки и башмаки. Внизу по дороге, среди лилового пурпура ранней сирени, ехал живописный всадник-ковбой и вел на поводу крупную лошадь, казавшуюся розовой от утренних солнечных лучей. Она бежала, разбрасывая во все стороны клочья белоснежной пены, гордо взмахивая гривой, поводя вокруг горящими глазами, и трубный звук ее любовного призыва далеко разносился по зеленеющим окрестностям. Дик Форест и обрадовался, и встревожился. Обрадовался виду великолепного животного, шествовавшего между кустами сирени, и встревожился тем, что ржание лошади может разбудить ту молодую женщину, личико которой смеялось ему из деревянной рамки на стене. Он бросил быстрый взгляд через двор, шириной в двести футов, насильно выступавшее вперед северное крыло дома, всегда находившееся в тени. Шторы на окнах спальни были спущены. Они не шевельнулись. Жеребец снова заржал, но все оставалось неподвижным, кроме вылетевшей из цветущих кустов, которыми был обсажен двор, стаи диких канареек. Точно брызнул вверх золотисто-зеленый луч. Он следил за жеребцом и грезил о его будущих прекрасных, сильных жеребятах, лишенных какого бы то ни было порока. Затем, когда тот скрылся среди сирени, Дик по своему обыкновению тотчас же обратился к первому стоявшему на очереди делу. — Ну как новый мальчик, Омай? — Привыкает? — спросил он своего слугу. — Кажется, он хороший мальчик, — ответил китаец, покончив с башмаками. — Очень молодой. Все новое. Очень медленный. Но ничего, толк выйдет. — Почему ты так думаешь? — Я бужу его четвертое утро. Спит, как младенец. Просыпается, улыбается, как вы. Очень хорошо. — Разве я улыбаюсь, когда просыпаюсь? — спросил Форест. Омай усиленно закивал. — Уж сколько раз, сколько лет я вас бужу. И всегда, как глаза откроете, так они уже улыбаются. Рот улыбается, лицо улыбается. Весь улыбаетесь. Просыпаетесь сразу. Очень хорошо. Если человек так просыпается, значит, ума много. Я знаю, новый мальчик умный. Увидите, скоро-скоро выйдет из него толк. Его зовут Джоу Гам. Как вы будете называть его здесь? Форест подумал. — Какие имена у нас уже есть? — спросил он. — О-Джой, Ауэль, Ами, Омай. Это я перечислил китайц с короговоркой. О-Джой говорит назвать нового мальчика. Он остановился в нерешительности и вопросительно посмотрел на своего хозяина. Форест кивнул. — О-Джой говорит назвать нового мальчика О-Хелл. — О-Хо! — засмеялся Форест одобрительно. — Да я вижу, что О-Джой шутник. Имя хорошее, только оно не подойдет. — Что скажет на это ваш миссионер? — Надо придумать что-нибудь другое. — О-Хо! — тоже хорошее имя. Китаец бессознательно повторил восклицание Фореста, и тот понял, откуда у него возникло это имя. — Прекрасно. Пусть он называется О-Хо. О-Май наклонил голову, неслышно скользнул в открытую дверь, быстро вернулся с остальными частями туалета своего хозяина, помог ему надеть нижнюю и верхнюю сорочки, набросил на шею галстук, который тот завязал сам, и, опустившись на колени, надел ему краги и шпоры. Широкополая фетровая шляпа и хлыст довершили костюм Фореста. Хлыст был особый, индейского плетения, из узких полосок сыромятной кожи, с несколькими унциями свинца, вделанными в рукоятку, свисавшую с ременной плети, которую Дик надел себе на руку. Однако он еще не мог выйти из своей комнаты. О-Май протянул ему несколько писем, объясняя, что их привезли со станции вчера вечером, когда Форест уже лег. Надорвав правую сторону конвертов, Форест бегло просматривал письма и задержался только на последнем. Он задумался, и брови его нахмурились. Затем он быстро подошел к фонографу, нажал кнопку, поворачивавшую цилиндр, и начал быстро диктовать, не делая никаких пауз в поисках слова или мысли. В ответ на ваше письмо от 14 марта 1914 года должен сказать, что я очень огорчен полученным от вас известием о разразившейся у вас свиной холере. Я огорчен также и тем, что вы возлагаете на меня ответственность за это, и тем, что боров, которого мы прислали вам, околел. Могу вас уверить, что у нас здесь не было ни одного случая холеры. У нас нет этой болезни в течение восьми лет, за исключением двух случаев, когда два года тому назад ее завезли к нам с востока. Но тут же, согласно нашему обыкновению, заболевшие свиньи были изолированы и убиты, раньше, чем зараза распространилась на наши стада. Я должен также сообщить вам, что я ни в коем случае не могу обвинять продавцов в присылке мне больного скота. Как вы должны знать, инкубационный период свиной холеры длится девять дней. Проверив время их погрузки, я убедился в том, что они были при отправке совершенно здоровы. Разве вам не приходило в голову, что животные легко могут заразиться в поездах? Слышали ли вы когда-нибудь о дезинфекции вагона, в котором ехал больной скот? Сопоставьте даты. Во-первых, дату отправления мною Борова. Во-вторых, время, протекшее между отправкой Борова и его прибытием к вам. И в-третьих, дату первых признаков заболевания. Вы говорите, что по случаю весенних разливов Боров был в пути пять дней. Однако первые симптомы появились только на седьмой день после его прибытия к вам. Следовательно, прошло двенадцать дней после того, как он вышел из моих рук. А это доказывает, что Боров заболел в пути. Нет, я не могу с вами согласиться. Я не ответственен за бедствие, постигшее ваши стада. Кроме того, можете справиться в городском ветеринарном управлении, есть ли в моем имении холера или нет. Искренно преданный. Глава вторая Когда Форест вошел в дом из своей спальни и веранды, он сначала прошел через комфортабельную уборную с диванами под окнами, со множеством шкафов, большим камином, около которого была дверь в ванную. Затем через длинную рабочую комнату, служившую конторой и обставленную всякими соответствующими деловыми принадлежностями, как то письменными столами, диктофонами, шкафами с ящиками для хранения бумаг, книжными шкафами и полками, разделенными на клетки и отделения, и доходящими до самого потолка. Войдя в эту комнату, Форест надавил кнопку, несколько полок с книгами повернулись, и обнаружилась узенькая винтовая лестница, по которой он осторожно спустился, стараясь не зацепить шпорами за полки с книгами, автоматически возвращавшиеся на место за его спиной. Внизу лестницы, другая кнопка и другой ряд полок открыли перед ним вход в длинную низкую комнату, уставленную книгами от пола до потолка. Форест направился к одной из полок и сразу опустил руку на корешок книги, за которой пришел. Быстро просмотрев ее, он нашел нужное место, удовлетворенно кивнул, как бы встретив нечто, подтверждавшее его мысли, и поставил книгу обратно. Отсюда дверь вела вкрытый ход из квадратных бетонных столбов с положенными на них поперечными брусьями из калифорнийского кедра. По бокам столбы соединялись более тонкими брусьями из того же дерева, составленный на них корой, похожий на красноватый бархат. Так как ему пришлось идти очень долго вдоль стен этого огромного бетонного дома, то было ясно, что он выбрал не самый короткий путь. Он вышел опять на двор. Под старинными дубами, у длинной коновизи, где покрытая гравием и утоптанная копытами земля, свидетельствовала о множестве побывавших здесь животных, он увидел кобылу, гнидой, даже скорее, бледно-золотистой масти. Ее холеная кожа в косых лучах солнца, падавших под лиственный навес, сверкала живым блеском. И вся она была полна огня и жизни. Сложением она походила на жеребца, и узенькая полоска темной шерсти, бежавшая вдоль ее спинного хребта, говорила о многих поколениях мустангов. — Ну, как поживает сегодня людоедка? — спросил Форест, снимая с нее уздечку. Она заложила назад свои тонкие ушки, самые маленькие, какие только могут быть у лошади, и свидетельствовавшие о том, что в ней текла кровь чистокровных, диких и страстных горных кобылиц, и оскалила зубы, сверкая злыми глазами. Когда он вскочил в седло, она метнулась в сторону и попыталась встать на дыбы, затем попятилась, стараясь сбросить своего седока, и заплясала по усыпанной гравием дорожке. Вероятно, в конце концов, ей и удалось бы встать на дыбы, если бы не мартингал, не позволявший ей закидывать голову. Это приспособление предохраняло нос седока от сердитых взмахов головы злого животного. Дик настолько привык к этой кобыле, что едва замечал ее выходки. Автоматически, чуть прикасаясь поводьями к ее выгнутой шее и слегка щекочая ее шпорами или нажимая коленом, он заставлял ее идти в должном направлении. Однажды, когда она опять завертелась и заплясала, он на мгновение увидел весь большой дом. Да, дом был велик, но по виду казался больше, чем был на самом деле. Он растянулся на большом пространстве. Один фасад имел 800 футов в длину, но значительную часть этих 800 футов поглощали коридоры с бетонными стенами и черепичными крышами, соединявшие отдельные части здания да внутренние дворики с разными ходами и переходами. Вся постройка со своими прямоугольными выступами и углублениями возвышалась над массой зелени и цветов. Архитектура большого дома была, несомненно, в испанском стиле, но не в том, который был занесен в Калифорнию через Мексику сто лет назад и превращен позднейшими архитекторами в современный, так называемый, испано-калифорнийский стиль. Большой дом со всеми его характерными пристройками можно было бы скорее отнести к испано-мавританскому стилю, хотя многие знатоки возражали и против этого определения. Он был велик, но не суров, красив, но скромен. Его прямые горизонтальные линии, прерываемые вертикальными линиями выступов и ниш, придавали ему почти монастырскую простоту, и только ломаная линия крыши оживляла некоторую его монотонность. Однако низкая и расползшая сопостройка не казалась тяжелой или неуклюжей. Нагроможденные друг на друга квадратные башни делали ее почти высокой. Основной чертой большого дома была прочность. Он мог не бояться землетрясений. Казалось, он построен на тысячу лет. Добротный бетон его стен покрыт слоем не менее добротного цемента, выкрашенного в кремовый цвет. Такое однообразие окраски могло бы утомлять взоры, если бы оно не нарушалось горячими красными тонами крыш из испанской черепицы. В то время, как горячая лошадь плясала под ним, Дик Форест одним взглядом окинул весь большой дом. На мгновение взгляд его задержался на огромном флигеле по ту сторону двухсотфутового двора. Нагроможденные друг на друга башенки флигеля казались розовыми в лучах утреннего солнца, а спущенные шторы на окнах спальни свидетельствовали о том, что жена его еще спит. Вокруг усадьбы с трех сторон горизонта тянулись гряды низких, мягко очерченных холмов, гладко скошенных и служивших пастбищами. Постепенно холмы переходили в более крутые, покрытые лесом пригорки, и, поднимаясь все выше и выше, превращались в хребты величественных гор. С четвертой стороны горизонта не было ни холмов, ни гор. Там открывались широкие, необозримые низменности и плоские дали, конца которых нельзя было увидеть даже при всей прозрачности свежего утреннего воздуха. Людоедка под форестом зафыркала. Он сжал коленями ее бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему с легким топотом лился поток серебристого волнистого шелка. Он сразу узнал стадо своих примированных ангорских кос, где у каждой была своя родословная и своя характеристика. Их было около двухсот. Благодаря строжайшему подбору и тому, что кос осенью не стригли, сверкающая шерсть, спадавшая волной со всех козочек, тонкая, как волосы новорожденного, и белая, как первый снег, была длиннее обычных двенадцати дюймов, а шерсть лучших из них, доходившая до двадцати дюймов, служила преимущественно для женских париков. За нее платили баснословные цены. Форест знал это, но его пленяла не только ценность бегущего ему навстречу стада, но и его красота. Дорога была вся покрыта лентой текучего серебра, в котором горели похожие на глаза кошек, желтые, как яхонт, козьи глаза, следившие с боязливым любопытством за ним и за его беспокойной лошадью. Два пастуха баска шли за стадом. Они были коренасты, плечисты, смуглы, с черными глазами и выразительными лицами, на которых лежал отпечаток задумчивости и углубленной созерцательности. Пастухи обнажили перед хозяином головы и поклонились ему. Форест поднял правую руку, на которой висела плетка, и по-военному прикоснулся к краям своей широкополой фетровой шляпы. Лошадь опять заплясала и завертелась под ним. Он слегка натянул повод и тронул ее шпорами, все еще не в силах оторвать взгляд от этих четвероногих шелковистых клубков шерсти, заливших дорогу серебристым потоком. Он знал причину их появления возле усадьбы. Наступило время, когда их переводили с пастбищ в горное подлесье и помещали в ожидании приплода в особые загоны. Там они получали специальный корм и заботливый уход. Глядя на них, Форест вспомнил лучшие турецкие и южноафриканские породы и нашел, что его стадо могло выдержать сравнение с ними. Чудесное, прекрасное стадо. Он поехал дальше. Со всех сторон раздавалось щелканье машин, разбрасывающих удобрения. Вдали, на пологих низких холмах, виднелось множество упряжек и парных, и троечных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok